Здравствуйте! В эфире самое вкусное кулинарное шоу на Юргане «Детали со вкусом». И сегодня наш главный герой, наш шеф-повар, атаман особого северного казачьего округа, казачий полковник Евгений Михайлович Макин. Евгений Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Добрый день, Северно! Ну, конечно, первая мысль, которая приходит в голову, когда казак на кухне, это что-то будет связанное с салом. Но не сегодня. Что мы будем готовить сегодня? Мы сегодня будем готовить постный борщ. Это прицеп у моих друзей. Он больше, как называется, кубанский. Но адаптируем под городские условия. Хорошо. Будем такой готовить. Итак, напоминаю, что мы находимся на кулинарной студии «Киви». И сегодня сотворим очередное кулинарное чудо. С чего мы начинаем? Вот ингредиенты довольно простые, я смотрю. Ну, для начала мы, наверное, все-таки начнем готовить зажарку. Потому что варить это гораздо быстрее, начнем делать зажарку. Первое, что мы начнем, это, наверное, резать все-таки морковку. Ее надо резать соломкой. Не через терку, а резать соломкой. Начинаешь ты или я. Так. Или я показываю. Вы можете пополам ее и одну половинку я возьму, а вы будете показывать. Да, это удобнее будет резать. Давайте так соломкой режем, да? Сперва режем пластинки. Пластинки. Тоненько. Как можно тоньше. Как спичечка, чтобы было. А у вас вообще какое любимое блюдо? Сало. Сало, конечно. Я знаю, что у казаков сало всегда очень вкусное. Да, оно везде хорошо. На рыбалке, на охоте, в лесу и где бы то ни было сало выручает. Оно и в жару не портится, и в холода не замерзает. Поэтому очень удобно. Вот, кстати, чем отличается кубанский борщ от московского, тем, что люди, не знающие, говорят, что овощи не доварились. Нет, они сварились. Это просто в московском перевариваются эти овощи. А здесь они как раз имеют вот тот идеальную консистенцию, которая и подходит под это все дело. Евгений Михайлович, где проходило ваше детство? Мое детство проходило в Саратской области. Есть такой город, Красноармейск он называется. Это немецкое Поволжье, недалеко от Саратуры, там 63 километра мы находились. Раньше он назывался город Бальцер, это еще при Екатерине, туда заселялись немцы Поволжье. Там прошло мое детство. Я жил в частном секторе, мои родители всегда держали... Живость, но мы никого... Да, они хорошие слова подобрали. Так как мы ее называли, она может быть грубо прозвучит в эфире, потому что мы ее называли скотиной. Поэтому вот это мы всегда держали животных, причем родители у меня, они сами тоже и из сельских мест родом. Отец у меня был из Кировской области, дед, вот по деду-то мы казачьего рода-то и есть. Вот. И держали всегда много. Кого держали? Коровы? Да, держали крупно-рогатые обязательно. Ну, где-то пару коров держали, 2-3 быка держали, это чисто на откормленное мясо. У нас, потому что семья, ну, вроде как небольшая, но тем не менее, у меня брат, сестра старший, я самая владшая семья. Конечно, больше им доставалось работать, чем мне. Ну, тем не менее, работали все, конечно. Работали все. Там в своем дому никогда не было такого, чтобы не было работы. Родители работали в две смены. На фабрике у меня мама на швей мотористской проработал до самой пенсии. Отец у меня механизатор. То есть я родителей видел только на праздники, на выходные. Ну, вы были озорным мальчишкой? Ну, даже более чем. Более чем, наверное. Но, как бы сказать, в меру такой. Так получилось, что в садик я не ходил, бабушка меня воспитывала. Я к садику приходил просто пообщаться. И почему-то мне с детства очень нравилась вода, которая у ребят, которые находились на территории садика. Кипяченая вода, просто чайник стояла. Мне все время хотелось ее попить. Я перелезал через забор, к этому чайнику дорывался, пил. Потом воспитатели подходили, очень вежливо меня выводили опять за ворота. Наливали у меня стакан с собой. Иди, Женя, пей. Только больше не перелезай через забор. Так, что делаем дальше? Мы сейчас с тобой дальше будем врезать лук. Сейчас на две части делим. Потом помидорки мы с тобой режем квадратиками, где-то такие сантиметра по два. И начнем все это дело жарить. А что бабушка вам готовила? У бабушки, конечно, было фирменное блюдо. Это курник. Это мясной пирог. Низ укладывался, засыпался. Манной крупой укладывалось мясо. Там утка, свинина. Сверху все это залеплялось. Как сейчас помню, ложился сверху капустными листами все это заклассы. И сверху крышкой в духовку. Но самая фишка была это дождаться вот этой нижней корочки. Это просто было счастье. При всем этом забили, потому что у нас была своя, как бы, свои животные. Да, это своя сметана, свое мясо, прочее, прочее. Но я всегда бегал к другу поесть киличный суп. Потому что бабушка мне варила из кильки, из баночной. Так, теперь помидорки, да? Угу. Тоже кубиками режем? Да, кубиками режем. Вообще, какое у вас любимое блюдо? Ой, слушайте, я вообще, гурман, я люблю вообще есть. Да, поэтому любимое, ну, не знаю, сказать пельмени, ну, это вроде как-то ничего не сказать. Вообще, я люблю борщи. А вот готовить у меня самое интересное, я вот и планировал это приготовить, оно, конечно, очень быстрое такое. Это покупается лаваш, бралась колбаса, которую есть вроде так отдельно невозможно, и сыр. И это все заворачивалось, обжарилось на сковороде. Изумительно. В следующий раз приготовить? Обязательно. Шаурма по-макински. Да, 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 да. То есть вы так поклонник быстрых рецептов, в принципе, да? Ну, по большому счету, да. Ну, был же на полевых сборах, ты же видел, какими партиями там иногда готовим. Ну, да, там большие. Ну, там такие, конечно, шедевры получаются на природе. В Казаде-то вообще все хорошо получается. Что можно сказать о развитии казачества у нас в регионе? Вообще, много у нас казаков? По переписи населения последней было в республике около двух тысяч казаков. Но это не те, которые входят в наше общество, там еще что-то. Это по переписи. В данное время не так много нас. Где-то порядка, наверное, 150, может быть, казаков. Это с учетом Ухты, Усинска. Те, которые, по крайней мере, входят в наше общество. Ну, вы сотрудничаете со многими организациями, да? Опять же, объединение достойного поколения тоже. Ну, с достойным поколением, конечно, мы, я говорил, с руководителем познакомились, наверное, уже лет пять. Я даже не знаю, мне кажется, мы друг друга уже сто лет знаем. И очень много проектов сейчас делаем вместе. И ребятишки у нас, и казачата там тоже у Евгения Александровича сейчас занимаются. Сейчас большой упор сделали еще на культуру. Готовец у нас тоже практически культурный такой центр. Потому что сейчас все с детей. Как вот было недавно, у нас фестиваль тоже прошел. Мы достойное поколение по стихам. Действительно, просто зашел исключительно этот фестиваль. Вы знаете, мы не представляли, что будет столько заявок. И так сильно вот тронули вот эти ребятишки, которые читали стихи. Дети-то, по большому счету, чисто лист бумаги. Действительно, что мы туда вот сейчас пропишем, то мы и потом в итоге увидим и получим. Я приехал в республику Хоми где-то порядка 20, ну, где-то 95-94 год, вот эти веселые года. И это не то, что второй дом, это моя родина. Я только там родился, в Саратовской области, а все остальное здесь. Здесь и дети. Ну, правда, у меня их четверо. Двое здесь, двое разъехались уже. Дочка старшая у меня в Красноярске, средняя у меня в Санкт-Петербурге. Вот, а сыновья здесь. И с достойным поколением, я говорю, очень много всяких проектов. Сейчас мы еще тоже планируем. В основном это танец с фланкировкой. Он очень яркий, очень интересный. Фланкировка очень красивая смотрит. Да, там у нас семейные династии очень хорошие. Тучинолобовые, часовские. Вот, ребятишки у них, конечно, молодцы. Там и родители сами подтягиваются и работают с ним. И ребятишки вот тоже растут. Я думал, вы шашку принесете, мы капусту с шашкой-то. Ну, шашку. И сделай, что так сказать. Она же только с парадной формой носится. Когда-то, помню, проводили чемпионаты по рубке шашкой. Да. Будут еще такие, потому что зрелищно, красиво ведь. Вы знаете, мы же входили тоже в федерацию по рубке шашкой в Козорлу. Ну, что-то как-то у нас так не получилось, во-первых, вот этого большого развития. Потому что у нас небольшой коллектив собрался. И, ну, сказать, что коми у нас медвежий угол, может быть, и ошибочно. Но, тем не менее, выезжать на соревнования как-то не получалось у нас. И мы сейчас приостановили деятельность по Козорле. Но шермицы мы проводим. Шермицы – это то же самое казачьи игры. И я так думаю, что, может быть, май, апрель мы все равно будем проводить. Ну, больше сейчас, конечно, мы это делаем как показные. Если у нас будут желающие заниматься, то мы, конечно, организуем эту группу по рубке и фланкировке. И ребята могут заниматься, тогда, может быть, соревнования проводить. А так, соревнования мы проводим только по фланкировке, потому что у нас очень много детей, взрослые. Ребята, они очень хорошо работают с шашкой, очень хорошо. Слушай, они очень быстро осваивают. Но самое интересное, самое продакционное, что девочки осваивают быстрее, чем ребята. Причем они как-то более с таким большим рвением занимаются. Как выбрать хорошее сало, скажите? Вы же должны в это сдать. Слушай, ну, честно признался, этому меня учил брат. Он постарше меня. Если ты берешь его на рынке свежее, чтобы солить, важно, чтобы у тебя была с собой либо зубочистка, либо спичка. И ты шкуру, если не протыкается у тебя шкура спичкой, то оно будет очень жестким. Поэтому вот на это надо обязательно обращать внимание. Так, только свеклу пока закинем, все? Да-да-да-да-да. Вот жарочки здесь у нас. Сейчас пока свекла. 5-7 минут, потом капусту кинем. Скажите, а вот если человек захотел, ну, проникся, так скажем, духом казачьего, например, решил присоединиться, может ли он вступить в казачье общество? Ну, членом казачьего общества, может быть, казаком-то надо как-то все-таки родиться. А быть с казаками вполне можно. Причем, если человек будет соблюдать те традиции, которые нам, они, в принципе, очень просты. Они больше даже схожи с православными. Потому что казаки, конечно, были и староверы, и даже мутульмане одно время. Были там у нас буддийцы, калмыки. Среди калмыок тоже очень много их было. Тех людей, которые были в казачьем обществе. Чем вы любите заниматься в свободное время? Ну, честно говоря, в свободное время у меня очень сложно. Потому как, во-первых, и работы очень у меня интересные. Я возглавляю профсоюз лесозаготовителей на Сыктывкарском ОПК. Вот. И там у нас и выезды, и прочее. Ну, сейчас, слава богу, мы все отладили. Работа идет хорошо. Взаимодействие с администрацией замечательно. Поэтому вопросов много-то не возникает. Вот. И в свободное время, по большому счету, я же еще говорил, я занимаюсь в народном ансамбле казачьей песни «Вольница». Там пою немножечко, солирую на протяжении вот уже 20 лет практически. Замазочку. Да, очень нравится это дело. Такая душина хорошая. Да, ансамбль вообще хороший. Ансамбль, да, у нас замечательный. Мы уже лауреаты многих фестивалей, конкурсов и гран-при получали. Вот впервые поехали на международный конкурс в Вязьму. Получили там вот приз гран-при. А потом еще в свободное время, если там немножко появляется, то обязательно надо зайти в «Достойное поколение». С Александровичем переговорить там о новых проектах, о новых интересных вещах, которые, может быть, появляются. С ребятами пообщаться. Я еще очень люблю рыбалку. Вот, добрались наконец-то. И мы выезжаем вот в Ударский район. И выезжаем туда, там в некоторых местах даже, где связи нет. И вот потом, когда выезжаешь, конечно, телефончик просто разрывается. Ну, выезжать туда очень интересно. Там, во-первых, очень красивые места и рыбалка очень интересная. Ну, ездим, конечно, больше не за рыбой. Ездим отдохнуть, выезжать. Побыть на природе. Да. Природа здесь просто исключительно замечательная. Я, конечно, говорю, вот вырос в степях. Мне, кстати, часто говорят, ты что боишься так в лесу один оставаться? Я говорю, да я могу заблудиться. Ну, конечно, не до такого. Спрашивают, почему? Я говорю, потому что я вырос в степях. И я вот очень много своих друзей свозил к нам на рыбалку, на Волгу. Они говорят, ну, да, теперь понимаем. Потому что у нас на любой холм поднялся. И, видать, там километр на 15, на 20, наверное. Все дальше вперед. На лошади в детстве катались? Очень интересный случай, сейчас расскажу. Это был уже класс, наверное, 6. То есть где-то вот это лето с 7 на 8 класс переходить. Отец меня сразу отправил на конюшку. И вот там я уже пас коней. То есть я с ними просыпался, засыпал с этими конями. И выезжали, и вот с утра выезжали, и весь день на конях. Поэтому к коням привычные. А потом еще где-то лет 14-15 был отец. Приобрел лошадь, он тоже очень хотел себе лошадь. И у нас была маня. Ну, то есть с лошадьми вы на «ты». Практически, да. Кони всегда мне нравились. И они очень-очень-очень добрые такие. Животные. Но они чувствуются хорошо человека. Они, кстати, и страх, и радость очень хорошо чувствуют человека. Сейчас надо кидать капусту. Так, справляем капусту. Аккуратно. Картошечку можно нарезать пока? Или рано? Да можно. Давай-ка мы ее с тобой. Кубиком. Главное слово держать и быть казаком. Дал слово. Держи его. Это важно. Вообще, там заповедей не так много. Конечно, наизусть я их сейчас все не скажу. Но самое важное скажу, что по одному судят о всех казаках. Поэтому я всегда, ребят, призываю тоже везде быть такими, какие вы есть. А не так. Здесь вот я могу себе что-то позволить, а здесь вот не могу. Надо быть собой. Важно традиции тоже соблюдать. А у нас в традициях это... Это тоже все очень просто. Это чтить и почитать старших. Семья это главное. У нас при вручении там и прочем говорят службу отечеству, казачеству и вере православной. Вера православная, конечно, тоже важна. И сейчас вот это современное время казаков очень мало в храм ходит. И к своему великому сожалению могу сказать, что тоже редко попадаю. Но благо вот есть праздники, на которые мы просто сами себе говорим. Братушки, надо обязательно нам идти. Социум вот этот наш, он, конечно, очень много времени занимает. Мы очень много времени уделяем, конечно, на вот это, что вокруг тебя окружает. Очень много времени на это уходит. Можно понять тех вот людей, я говорю, как вот у нас Евгений Александрович, он практически все свое свободное время посвящает работать с детьми. И мы тоже стараемся так же работать. И сейчас время такое. Надо семью кормить, поэтому очень много времени затрачиваешь на работу, на, как бы сказать, на зарабатывание вот этих средств для жизни. Ва, какая тут уже красота получается. Борщница всегда красивая. Главное, что здесь нет уксуса. Уксус нам заменяет вот эти две свежих помидорочки. Потому что Московский... У вас уже такая паста прямо получилась. Московский добавляется уксус, а сюда не добавляется. Какой у вас был самый большой улов? Ух, самый большой улов, наверное. Но это, конечно, немножечко не совсем на рыбацкий вид. Но приходилось мне доставать с моим товарищем, хорошим знакомым. Это Грузин, у нас там в Саратовской области живет Гела. Мы поднимали сама на 72 килограмма. Ого! Да. А на спиннинг, по-моему, самого большого сама я ловил 26 килограмм. Сазан 8 килограмм. Это на фидер я поймал. Ну, рыбалка, она, конечно, очень заманчивая. Как говорится, там вот люди, да вот, сесть на поплавочек, посмотреть о своем, подумать. Да не получается там думать о своем, там все равно думать, что такая рыбалка. Что же она не клюет и что же ей еще заразе туда закинуть, чтобы она начала клевать. То кипит, то падает. Клевает, живая там что-то дышит. Да? Да. Там реально кто-то есть. Ну, давай, запускаем картошку. Конечно, давайте. Ну, слушайте, вот что значит готовить с казаком? У тебя будет сейчас полная кастрюля. Причем она будет здоровая. Еще мы туда жадники, но там уже густо. Мы еще даже это не положили. Фасоль когда кладем? Позже? В конце. Ее фасоль надо вымачивать, конечно, долго. И мы бы ее бросили бы сразу следом за свеклой, вымоченную хорошо. Но это уже очень хорошо вымоченная. И мы ее запустим уже практически к концу. То есть она в данном случае нам заменяет мясо, получается, да? По большому счету, да. Да, там белка очень много. Фасоль вообще исключительный продукт, конечно, в пост. То есть она и силы сохраняет, и сытость добавляет. Ну что, настало, наверное, пора нам отправить еще ингредиенты в суп, да? Ну, сейчас мы доходим до самых интересных вещей. Мы сейчас, наверное, для начала с тобой, так как фасоль у нас очень хорошо вымочена, мы запускаем фасоль. Фасоль какая пошла, а? Это наше постное мясо, скажем так. Так, так, помешал. Специи? Да, специи давай, пошли. Так, давайте я поставлю, вы... Да, 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 здесь укропчик. Укропчик как раз достаточно. Мы его посыпаем. Это не укропчик, это тимблян. Где укропчик у нас? Как давно вы поете вообще? Ой, меня в детстве еще, когда мы жили в этих двухэтажках наших, меня уже во дворе звали Муслим Магомаев. Потому что я постоянно что-то бегал, пел. Очень нравилось петь. Но самое интересное, когда в школе я пришел, в школьный хор, и меня прослушал Боинис, он сказал, мальчик, тебе никогда не петь с твоим голосом. Ступай. Мне было очень интересно, почему все-таки я так и не прошел. Да. В результате вы выросли, появилась вольница, да? Ну, в результате мы потом все-таки уже постарше, там лет 16-17 нам были, мы собрали вокальный инструментальный ансамбль и начали немножечко тоже петь и играть, как в то время, наверное, большинство тоже людей. Но голоса-то мы раскладывать не могли. И у нас товарищ был, он сам, вот, немец, сейчас тоже помог, перманеживая. Он сказал, ребята, пойдемте в народный хор попоем там. Там, говорят, нас научат. И мы действительно пришли в народный хор. Мы научились, но хор уже не могли бросить. Мы и вокально-инструментальный ансамбль у нас был, группа «Поиск» так называлась. И вот в народном хоре мы тоже это пели. Наверное, мы это будем в север тоже запускать. Давай. Соль мы положим потом, когда поймем, что у нас и почем. Вах, какая сейчас зажарочка туда отправляется. Замечтательная. Это уже выглядит вкусно. Я даже представляю вот потом, как в рекламе, эти вкусовые сосочки уже такие. Знакомый говорил. Когда мы попробуем этот борщ, когда? Знакомый говорил, не борщ, а песня. Ну, пока мы немножко ждем. Можно хотя бы строчку из песни какую-нибудь казачьей? Песню. Ну, почему нельзя? Можно. Есть замечательный коллектив такой. «Казачий круг» называется. Там Владимир Скунцев, руководитель. Мы с этим ребятами тоже часто встречались на всяких фестивалях. Но он чаще в жюри был. У них есть такая песня хорошая. Зародилась, ой, сильная ягода, ягодка. Вас, Румья, наоборот, льке баруя, ей уйда. О, наизоблудила. Красная моя, да девчоночка, ой, его сыром я набору. Ну, как-то вот так. Супер. Супер. Вот от этого, мне кажется, даже борщ забурлил. Да. Он будет вкусным. Какой наваристый. Вот прям не скажешь, что там ни грамма мяса нету. Вот. Хочется вот дланью зачерпануть и съесть прям. Так, стой. Встаю. Так, чуть-чуть соли надо. Это вы сейчас по запаху определили? Там, потому что по запаху я определяю, что соли вообще нет. Да, конечно, там ее нет. Ну, пересаливать не надо. Да, лучше потом. Мы чуть-чуть. Потому что он немножечко в соусе, скорее всего, есть. Шикарный цвет просто, вообще, просто шикарный. Так, мы это пока в сторонку. Так, а что нам осталось? Нам остался чесночок. Чесночок, это вообще… Песня. Это да. Ну, он не выглядит как пост на этом точно. Вот именно. Даже язык не поварился. Вспоминаю тоже, у нас, окормляет наше казачество, настоятель свято-вознесенского храма, отец Иоанн Карпунь. И у него иногда в трапезу надо тоже пригласить нас там на трапезу. И я тоже у него ем борщ. Я думаю, как же так, вроде пост идет, а у них такой борщ наваристый. Вот он, пожалуйста. Да. Целая кастрюля, вот. Сколько бы они поставили, можно, значит, готовить с казаком. Всегда будет суп под завязку. Ну-ка. Еды много не бывает. На горячий. Ца-ца. Просто вообще. Так. Давайте, накладывайте. Ну, хорошо. Вы у нас сегодня тут. Не сказать, конечно, что это борщ кубанский, но по-кубанам. Так. Эх, песня. Ну, борщ должен еще постоять, да. Главное положение. Не в первый день, но к сварку тоже вкусно. Стоять. Мы делаем. Ну, несмотря на то, что пост, да. Да. Чуть-чуть сметанки. Чуть-чуть положим. Ну, так как мы это для людей делаем, и чтобы это было все красиво, мы сделаем вот так. Вот оно как. Какая красота. Еще бы черный хлебушек такой, знаешь, греночкой обжаренной на маслице. И что, греха таить, еще и сало кусочек бы, да? Да. Но сегодня вот такой у нас вариант. Так, ну, надо бы попробовать. Ну, а вы? Я тренировался, я же попробовал. Да, вы пробовали. Горячовато, правда. Да, горячовато. Подуйте. И на сольце заодно скажешь. Сольку надо добавить, нет? Аккуратно, аккуратно. Горячовато. Вкусно, вкусно. Ну что, друзья мои, готовьте постный борщ и кушайте вместе с нами. Евгений Михайлович, желаем, чтобы казачество в коме развивалось, чтобы много хороших, добрых реализованных было проектов. Спасибо вам большое за такой вкусный рецепт. И вам тоже желаем здоровья и всего самого хорошего. Будем работать, будем процветать, будем сидеть, ничего у нас не получится. Поэтому будущее есть у казачества в республике коме. И я думаю, что у нас все получится. Обязательно. Друзья, это были детали со вкусом. Готовьте для себя, для своих близких. Наслаждайтесь едой и окружающей жизнью. Мы находимся в кулинарной студии Киви, за что им большое спасибо. Ну и вам желаем всего самого доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»